Я большой тревогой смотрю на будущее Родины нашей, потому что эта задача не решена и не решается. И в связи с этим нас ждут большие войны. Нас ждет тяжелейшая война с Украиной и тяжелейший конфликт, возможно, с Казахстаном. Постоянно появляются новые документы, новое какое-то сознание у людей. Абсолютно неосмысленно со стороны России и позиция поведения России в Кавказских войнах, истребление нашим государям и нашей армии, благословлявшейся православным освященниками. Сотен тысяч людей коренных национальностей. Забыть, вычеркнуть это невозможно. Невозможно. И мы оказываемся в итоге со всех сторон в конфликтной зоне. Мы понимаем прекрасно, что отношения с Европой не наладятся, что североатлантический блок будет подвигаться, реакция на эти действия будет абсолютно адекватна и понятна. И плюс нерешенные вопросы вот с этого подвижущей, что называется, страны, вот там, где юг и далее, 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 они, конечно, представляют огромную угрозу судьбы и нашего государства, и нашей жизни. Это как ком может случиться, обвал это может произойти в любой момент, через год, через два года, через три года. Вы говорите о возможном тяжелом противостоянии с Казахстаном. У вас сохраняется сегодня это ощущение? Да, конечно. Потому что вопросы не решены. Там есть еще кое-что, что я не хотел бы говорить слух. Тот фронт прикрыть не удастся. Там могут склеснуться слишком масштабные силы, с которыми моя страна не справится. Несколько лет назад интернет всколыхнули статьи об опубликованных французских архивах, где было сказано о полчищах казахских всадников, которые буквально смели армию Наполеона и вынудили его отступить от Москвы. Российская история скрыла подвиг и героизм казахского народа в годы Отечественной войны 1812 года. В 1963 году кубинского лидера Фиделя Кастро спросили, кого из героев Второй мировой войны он считает своим кумиром. И тогда команданты назвал имя советского офицера из Казахстана Бауржана Мамышулы. Для многих жителей Казахстана это имя знакомо с детства, но для кого-то из нас оно может быть незнакомо совсем. Ирония судьбы, что немецкие солдаты и офицеры в своих мемуарах все несут чушь про монгольские орды, а на деле их гасил казах. Его называли диким лейтенантом. И этим мужиком восхищался кубинский Фидель Кастро, а уж этот отчаянный и отмороженный кубинец знал в людях долг. Уж точно. От Крюкова до Москвы по прямой всего лишь 30 километров. Дай нож. За Крюковым для нас земли нет. Или умрем, или остановим немцев. Трое суток 3 декабря 1941 года бойцы полка Мамышулы вели бои за деревья. И наконец 6 декабря смогли выбить немцев из Крюкова. Именно отсюда начался разгром фашистов. 316-я дивизия стояла не на жизнь, а на смерть. И каждый из бойцов был достоин наград. Дикая дивизия, солдаты которой не сдаются в плен и не боятся смерти, писали о них фашисты. Так и указывали в своих донесениях. Причиной отступления стало свирепое сопротивление врагам. Помимо отваги отстоять Москву удалось благодаря грамотной тактике и выверенной стратегии воевать не числом, а умением. После тех боев военной науки появится термин «спираль Мамышулы». 14 часов 25 минут. Именно в это время, 75 лет назад, произошла фактическая победа над фашизмом. Кратное знамя победы над Рейхстагом подрубили лейтенант Рахим Жан Кушкарбаев и рядовой Григорий Булатов. Расстояние в несколько сотен метров до Рейхстага, а не сквозь несметные пули пробирались целых 7 часов. Рахим Жан Кушкарбаев в памяти народа остался навсегда, без особых званий. Он всегда был в почете. Его искренне уважали, любили и ценили. Он никогда не кичился своим поступком. Наоборот, был человеком скромным. Кушкарбаеву постоянно отказывали в присвоении героя Советского Союза историческую справедливость. Восстановить удалось лишь после обретения Казахстана независимости. В 1999 году указом президента страны Рахим Жан Кушкарбаеву посмертно было присвоено звание Халлак Кахармана. А в марте 2007-го Институт военной истории России сделал официальное заявление, что знамет над Рейхстагом первыми водрузили Рахим Жан Кушкарбаев и Григорий Булатов.